Фантастический и красочный мир войлочного искусства. Здесь и многоцветные панно из шерсти, и живая кукла, и предметы одежды. Более ста экспонатов представлены на экспозиции. Войлок объединил работы творческих людей из разных городов – Томска, Новосибирска, Алтайского края. Вовремя пришли все посылки, даже из далекой Уфы. Уральский федеральный округ, Урал, присутствует у нас на этой выставке. Екатерина Панина – местный мастер. На выставке у нее наскальные рисунки. Вдохновилась ими и воплотила войлоки. Послание потомкам создано на основе реалистичных наскальных рисунков, которые на территории Российской Федерации расположены. Вот птица башкирская, ось в Сибири. Рыба переработана немножко, потому что изображений рыб их не очень много. Народный мастер Татьяна Горбунова представила на выставке всего три своих творения. Это шарфы. Она больше специалист по лоскутным изделиям. Говорит, с войлоком работать легче. По сравнению с теми техниками, какие я знаю, это, во-первых, по времени, намного меньше занимает времени. И, ну, есть там, конечно, нюансы. Надо, как бы, от эскиза все уложить хорошо, правильно сформировать, продумать последовательность работы техники. А так потом все это... Ну, это все, как говорится, быстрее, чем лоскут или габеллен. Это не просто выставка. Лучших мастеров ждали награды. Кстати, в экспозиции были представлены и детские работы учащихся Благовещенской школы искусств. Наша, в общем-то, рукоделие достаточно древнее, достаточно взрослая. И то, что молодежь наравне со взрослыми принимают участие, это дает огромную надежду на то, что наше ремесло не умрет. Художественный музей получил в подарок от председателя жюри и выставки конкурса войлочную игрушку шамана. Напомню, что выставка разного рода изделий из войлока, которые свояли и зрелые, совсем молодые мастера, из разных уголков страны будет работать еще месяц. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.